Всем привет! Я здесь заскочил в Питер. Здесь прекрасная, как обычно, погода. И знаете, что тут показывают? Здесь вот показывают автобусы. Вот вам спойлер, попробуйте прочитать, называется. Да, в общем, здесь показали и показали очень странно Hyundai Solaris. Вон он там стоит, он один. И мне сейчас предстоит поучаствовать, видимо, в драке какой-то, чтобы хоть как-то на него посмотреть. В общем, буду пробиваться поближе. Попробуем посмотреть, что там новенького в этом чудо-солярисе. Погнали! В эфире Клик. Итак, дорвался я до морды. Прямо вот что первое бросается в глаза? Да, у нас новые фары, и они в топовых комплектациях, естественно, будут светодиодные, рефлекторные. Новая форма дневных ходовых огней. Новая решетка, такой достаточно темный хром, прикольно смотрится. Здесь, кстати, был намек такой на вот этот дизайн новой лантре, но, видимо, этому дизайнеру быстро по рукам дали. И нарисовали, в принципе, нормально, красивую машину. Здесь, опять же, изменен вот так бампер. Там внутри у нас линзованные такие вот противотуманки, но они галогеновые. В принципе, конечно, посвежее выглядит машина, подинамичнее. Хотя динамичнее она, естественно, и не станет, потому что в плане техники никаких изменений, ничего нет вообще. Как коллега из авторевью здесь уже очень хорошо пошутил, а нам, кстати, не рассказали цены на этот автомобиль, но мы так немножко посмеялись над шуткой, что вот, наверное, вот его цена теперь, потому что, в принципе, Hyundai может себе это позволить. Ну, а цены на уже предыдущий Solaris можно глянуть на агрегаторе новых автомобилей autospot.ru. И скидочки, я вам скажу, очень даже ничего. Ну, а если вы не планируете покупку в ближайшее время, но интересуетесь автомобилями, то у них есть блок с обзорами, тест-драйвами и прочими автомобильными темами. Ссылка, как всегда, в описании. Здесь у нас какие-то росписи каких-то людей, никому неинтересных, и пускай это даже губернаторы. Здесь же расписывался губернатор, да? Да, да. Ну, это никому неинтересно, потому что, ну, кому это интересно? Он тоже вот там где-то еще дерево посадил, но тоже кому это интересно? Да, ребята, тут я еще спросил у коллег, как раз точно я забыл, что появились передние парктроники. Но, естественно, наверное, тоже это все будет доступно у нас только в топовой жирной комплектации, которая уже точно будет за лям выходить. А, ну и новые диски. Диски, кстати, прикольные, особенно их цвет. Мне нравится. Выглядит ничего так. И еще изменения по подкрылкам. Говорят, они типа потише должны стать. Ну, судя по тому, что они почти не закрывают, например, переднюю нишу, я в это слабо как-то немножко верю. Но давайте посмотрим, расскажу, что изменилось сзади. Изменения, естественно, прямо только косметика. Это новые фонари. Вот немножко изменилась у них конструкция, графика. Хотя до сих пор остались лампочки, как мы видим. Новый бампер, вот с такими прикольными плюс 500 лошадиных сил. Такие вот дефлекторы. Но это псевдо, ничего там, все тут заканчивается. Естественно, никаких воздуховодов тут нет. Ну, в принципе, на самом деле сзади изменения, ну, так себе. Особо и не скажешь, что прям что-то сильно обновилось. Багажник тоже, все, все, в общем, реально тот же, все проверенный временем Solaris. Ничего особо нового здесь нет. Чисто косметика. Так, что я услышал? Во-первых, поясничный подпор. У нас появился электрический. Такого не было. Так, ух. Соплежуется, он начинается. Все, попадаем внутрь. И что у нас сразу бросается в глаза? Это, естественно, вот эта центральная консоль, она изменена. Здесь вот вроде бы все под... А, слушайте. Они еще подсветку на том белее сделали. Это уже хорошо. Здесь вот вроде бы все так же. А вот здесь вот все заново сделано. У нас вот такой вот экранчик. С такой, в принципе, графикой простой и понятный. О, у нас даже Яндекс.Навигатор. Это же Яндекс.Навигатор. Ну, я вам скажу, экран неплох, вроде бы, на первый взгляд. Не тормозит вроде ничего даже. Все, как Home. Ага. Слушай, не рюкзак даже. Ничего, так все выглядит. Но такую штуку в виде экрана вы тоже получите на топовых комплектациях. В базовых мы так все поняли, судя по рассказу предстоительства. А здесь вообще все по-старому будет. Даже вот эти новые воздуховоды будут оформлены в старом стиле. Потому что вот те остались такими же, как и были. А что еще здесь? Ну, вот какие-то вставочки местами. Не знаю. По-моему, так оно сильно не изменилось как-то. Так, шкалы вроде бы практически те же. Но это лаконично. Все четко. Немножко вот появилась какая-то нотка рейсинга какого-то. Мне тут дверь открывает. Все пищит. На руле черный глянец. Кстати, здесь преобладает черный глянец. Вариатор, естественно, пока что они не сделали. Слава богу. Но, думаю, наверное, судя по тому, куда идут корейцы, вариатор нас ждет в следующем Солярисе. В общем, вот такие изменения. Цен нам не сказали. Видимо, чего-то ждут. Например, наверное, может быть. Цен на Шкоду Рапид обновленные. В общем, вот такое. Очень сумбурно. Очень все непонятно. Холодно, мокро. И одна машина на 47 человек. Ну, что-то мы показали. В общем, вот такие дела. Все, у меня на этом все. Увидимся, когда увидимся. О, смотрите, готовые машины выезжают из завода. А знаете, вот это вот у них тут непреодолимая полоса препятствий, для чего сделано, я думаю. Это вот, ну, это, естественно, лично мое мнение. Они, когда выезжают, вот тут трясутся, такие дыр-дыр-дыр, и все болтыки, что-то не прикручено, и оно должно выпасть, и вон туда упадает. И никто не видел, ничего не знаем. Все нормально. Это утилизация лишних болтов в автомобиле. Я думаю, это вот для этого сделано. И все, там вот уже все, клиент забирает.